Зелёная лошадь. Зелёная лошадь? Продажная лошадь. Что зелёная лошадь? Каждый хочет её завоевать. Зелёная лошадь, на неё хромакей нацепили. И тогда она бегала, и во властелине колец из неё сделали суперлося, который убивал людей и орков. Зелёная лошадь – это лошадь, которая зелёная. Я продолжу мысли нашего академика. Свет такой хороший, для зрения хорошо. Ну, смотря с какой стороны, посмотреть. Фильмы, где есть много зелёного цвета и лошадей. Обсуждение нового закона не утихает на протяжении нескольких месяцев. Люди разделились на два лагеря, и ночи напролёт спорят о том, справедливым или нет. Но появились первые данные о значительном снижении преступности в стране. И это вызвало рост сторонников закона. Сам закон предельно логичен, но всё-таки несколько необычен для современного человека. Дело в том, что после его подписания каждый гражданин страны получает право на одно ненаказуемое уголовное преступление. Другими словами, любой человек один раз в жизни может ограбить или даже убить другого человека. После этого данные преступника заносились в общую базу, и на этом всё заканчивалось. За любое повторное преступление человек отправлялся за решётку на 31 год. Люди до сих пор гадают, почему выбрали срок заключения именно таким. Но, тем не менее, закон был опубликован именно в таком виде. Если гражданин, использовавший своё право на преступление, воровал из супермаркета огурец, он отправлялся в тюрьму на 31 год, и не днём меньше. Как тебе новый закон, Макс? Я не знаю. Не знаешь? А мне кажется, эти тупицы из правительства совсем уже с ума посходили. Не, ну, представь, может ли нормальному человеку такое прийти в голову? И вообще, я удивлён, как они не боятся за себя и за своих близких? Странно, что многие из них до сих пор живы, да? Да, да, ты, наверное, прав. В чём я прав? Ну, в том, что этот закон не должен был появиться. Макс, с тобой всё в порядке? Ты какой-то бледненький. Может быть, всё-таки выпьешь немного пива? Нет, спасибо, я в порядке. Конечно, ты в порядке. Ещё бы ты был не в порядке. И всё же, что ты думаешь по поводу этого закона? Должишь же быть у тебя какое-то своё мнение? Я думаю... Я думаю, что он неправильный. Нет, с тобой точно что-то не так. Ну, разве может человек так откровенно на врате даже не краснеть при этом? Где бы ты был, если бы не было этого закона? Где бы ты был? Макс, где бы ты был? За решёткой. Правильно. За решёткой. Вышел бы лет в пятьдесят. Ни семьи, ни друзей, ни работы. И кому бы ты был нужен? Да никому. Послонялся бы годик-другой и обратно. Никчёмная и бессмысленная жизнь Максика. Но тебе повезло. Тупицы из правительства приняли закон. И тебя простили за то, что ты убил мою сестру. Так почему же ты сидишь и осуждаешь? Ты радоваться должен и молиться на этих деятелей. За то, что тебя простили. Простите меня, пожалуйста. Тебя уже простили, Макс. Тупицы из правительства приняли закон. И сказали, что за убийство моей сестры тебя не ждёт никакое указание. Так почему же ты сидишь и переживаешь? Закон на твоей стороне, Макс. Расслабься. Тебе не о чем беспокоиться. А, тебя смущает пистолет, направленный тебе прямо в живот. Этот же самый закон говорит мне, что я могу сейчас продырявить твоё гнилое тело. И мне за это будет что? Ничего. Ничего мне за это не будет. Так я хочу спросить тебя ещё раз, Макс. Этот закон, он справедлив? Справедлив или нет? Я не знаю. Что? Я не знаю. Я не слышу, блядь, тебя. Я не знаю. Ты ведь уже большой мальчик и умеешь рассуждать логически, да? Ты убил мою сестру. И закон на твоей стороне. Я могу убить тебя, и тогда закон будет на моей стороне. В чём его смысл? Смысл в том, что если я совершу ещё одно преступление... А-а-а-а! Я ещё ни разу не видел меня в лице, который совершает преступление. Ты знаешь, они становятся на удивление законопослушны. Но ведь я ещё жив. Уверен? Нет. Нет, не уверен. Ну что ж такое, Макс? У тебя в голове и правда какая-то беда. Ты не можешь чётко ответить мне не на один вопрос. А впрочем, ты знаешь, у меня тоже есть вещь, о которой я сомневаюсь. Поможешь мне разобраться? Да? Просто есть одна задачка, и я думаю, что для тебя она окажется довольно простой. Да? Тогда слушай. Стоит ли мне использовать своё право на преступление и продырявить тебе живот или голову? Или всё-таки понадеяться на то, что жизнь сама тебя накажет? Рано или поздно. Просто понимаешь, у тебя уже есть опыт в преступлениях, и я подумал, что ты найдёшь ответ гораздо быстрее меня. Я был бы очень благодарен, если бы ты подарил мне жизнь, но я не вижу ни одной причины, чтобы оставлять меня в живых. А это правильный ответ, Макс! Ты молодец, молодец. Значит, всё-таки умеешь работать головой, да? Тогда следующий вопрос, пока ты снова не отупел. Нужно ли мне тебя убивать? Нет, я снова ты себе противоречишь. Ты говоришь, что нет ни одной причины оставлять тебе жизнь и просишь тебя не убивать. Ты хоть когда-нибудь, хоть о чём-нибудь задумывался в своей жизни? Да. Да? Да? Задумывался, сука! Задумывался! О чём ты тогда задумывался, когда за ручь садился? О чём ты задумывался? 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 Ладно, Макс, скажу тебе честно, с тех пор, как мне стало моей сестры, каждую ночь, засыпая, я думал о том, как убью тебя. Я так часто представлял тебя, что начал относиться к тебе, как к настоящему врагу. Ты стал смыслом моей жизни вместо моей сестры. Я постоянно прокручивал в голове варианты нашей встречи и стал даже немного уважать тебя, представляя, как ты будешь сопротивляться, борясь за свою жизнь. И что я вижу? Ты такой же идиот, как и все те, кто сидят в правительстве. Вот поэтому я и не буду тебя обнимать. Нет, Макс. Ты не мой враг. Ты никогда им не будешь. Ты слишком уничтожен для этого. Алло, полиция. Я видел вооруженного человека, как кафе-карма в восточной части города. Он прячет пистолет в куртке. Когда ты выйдешь на свободу, тебе будет 50 лет. И тогда ты тоже поймешь, что такое жить без смысла, веры и надежды. Здесь я просто делаю то, что умел делать либо. Я просто заберусь, сказать, что здесь был выбор.